Бренд спортивного питания Фитрекс представляет Первый вопрос, который сразу же приходит на ум, когда смотришь эти кадры Зачем все это Михаилу Кокляеву? Хотя для многих ответ лежит на поверхности Звездочка появилась Появилась галочка верификации, так называемая, в инстаграм 25 тысяч появилось в ютубе подписчиков и 30 тысяч подписчиков добавилось в инстаграм За неделю посещение аккаунта держится в районе 75-85 тысяч еженедельно Посещение именно аккаунта моего в инстаграме Но вот что здесь скажешь, хайп это движущая сила современного общества Но все равно, почему именно бокс? Ведь говорят, что Михаил никогда особо не рвался в единоборство Я так или иначе пытался сделать даже какую-нибудь реальную качалку с каким-нибудь бойцом, например Либо пытался делать какие-нибудь такие выпуски, чтобы Миша, например, учился бить волки Учился бить там какой-нибудь боковой удар, предположим, да Либо еще что-то, какие-то испытания для Миши от бойцов Миша всегда отказывался Чужих-чужой среди своих, называется, фотография Давайте, пацаны, вот сюда расследуем Высокие назад Высокие на ринг Компактный вперед Но железный рейтинг готов вам доказать, что с боксом у Михаила все намного глубже и серьезней, чем кажется на первый взгляд На самом деле, чтобы по-настоящему разобраться в мотивации Михаила Нужно сейчас заглянуть немножечко назад И тогда это станет все более понятно, объяснимо И не будет множественных вопросов, зачем и почему Ну что, готовы совершить с нами это небольшое путешествие во времени? Ну, чтобы понять, что же привело Михаила к мысли провести бой с Александром Емельяненко Миха, а так я буду с тобой боксировать, если ты отважишься, выйти против меня в время А раз наш рассказ пойдет о таких рискованных экспериментах То бренд спортивного питания FitRex предлагает всем любителям экстрима Tribulus 500 Растительный негормональный препарат, способствующий увеличению выработки собственного тестостерона Приобрести Tribulus 500 вы можете прямо сейчас по ссылке в описании к этому видео Эти кадры появились у нас в архиве больше года Но пригодились они именно сейчас Жарким июнем 2019-го Жарким во всех смыслах этого слова Ведь кто тогда бы мог подумать, что Кокляев надумает выйти в ринг с Александром Емельяненко Вот и мы о том, самое время хорошенько охладиться Вот так вот 54 53 5 Что-что, привлечь внимание публики Михаил умел всегда И когда выступал в силовом экстриме И когда ставил рекорды в пауэрлифтинге Но в какой-то момент с чемпионскими килограммами не заладилось И вот наш герой вновь ищет противоядие против этой напасти По совету моего друга Леонида Истомина Нашего прославленного бодибилдера В тот момент, когда в том году С сентября месяца я начал травмироваться Начали травмироваться приводящие мышцы ног Он сказал, поменяй работу Я ее поменял Он говорит, как в смысле поменять работу Ну вот делай то, что ты не делал долго То есть я какое-то время делал рывки, толчки Потом в январе месяце перешел на работу, так скажем, билдерскую Перешел на памп Систему выбрал себе 100, не больше 100 То есть не больше 100 килограммов Не больше 100 подъемов Я должен вместе с разминочными весами сделать 100 подъемов Где-то сбился, но больше, чем 30 Когда сбиваюсь, стараюсь в сторону округлять Меньшего И тогда, в январе 2018-го Многие также спрашивали нашего героя Михаил, зачем тебе все это? Ты всем давно уже все доказал Но когда Михаил кого-нибудь слушал? Кто-то скажет, смехотворные килограммы Василий Кузнецов снимает какую-то ерунду Как Кокляев жмет гриф 20 килограммов А между прочим, дорогие друзья, в этом есть своя философия 20 килограммов Это то, на чем базируются остальные килограммы И ни 20 этих килограммов Не было бы ничего По крайней мере, в пауэрлифтинге и в штанге точно Здесь важно понимать, что спорт для нашего героя Это не хобби на выходные Это его работа Работа, которая приносит деньги Работа, которая сделала его тем, кто он есть И кто бы что ни говорил, а Михаилу есть чем гордиться И в тяжелой атлетике, и в силовом экстриме, и в пауэрлифтинге В пауэрлифтинге, считаю, самое свое лучшее выступление Это, конечно же, чемпионат области ИПФ Это не альтернативная федерация Это, как мы знаем, это аккредитованная федерация по пауэрлифтингу В 2012 году я поднял тонну 7,5 В становой тяге поднял 417,5 Опять же, в троеборе на жестком грифе И сейчас это официальный рекорд области В официальной версии по пауэрлифтингу Бинго! Негодяй, да? Негодяй так сразу же на жестком грифе В троеборе, в ИПФ Но иногда именно они, былые подвиги Не дают возможности трезво взглянуть на настоящее И человек продолжает делать то, что лучше уже не делать Человеку, который когда-то поднимал много Ему не нужно много тренироваться В плане килограммов Ему нужно просто на это дать время И потихонечку, потихонечку набирать обороты, не форсируя Я сам этот вывод сделал Только после того, как начал травмироваться В конце того года Поэтому, зарубав тяги, проект рабочий Но мы сейчас это будем делать Немножечко помедленнее Вот такая у нас сегодня получилась история Про нестареющего, не сдающегося Михаила Кокляева Кому-то она может показаться Не такой интересной Как рассказы про молодых атлетов А мне она нравится И нравится именно своей Историей преодоления Той историей, которую придется пройти каждому из вас Даже если вы сегодня еще об этом не думаете Парни, вас всех Вас всех Это ждет Но чем же кроме хайпа может помочь Михаилу бокс? Да и вообще, с чего это мы взяли, что здесь есть хоть что-то Помимо желания обратить на себя максимум внимания На лестнице Но, пожалуй, на этот вопрос ответить проще всего В этой истории слишком много пахоты и пота Чтобы это было просто хайпом Уж слишком здесь все долго и сложно Чтобы это делать просто ради лайков Тяжелее всего Держать темп тяжелее всего Заданный Заданный темп Поэтому, начиная с беговой дорожки Я стараюсь этот темп не задавать Я понимаю, что беговая дорожка заканчивается рингом То есть, вроде, что стадион Беговая дорожка на стадионе Это не ринг Но именно вот эти вот первые шаги на беговой дорожке Они потом отразятся там Если я слишком начну резкий темп на дорожке Я быстро устаю И это превращается уже не в тренировку Это превращается в насилие организма Ну, здесь сложностей нет Здесь просто нужна тупо работа Нужна такая грубая, неприятная За дня в день работа в парах Работа на снарядах Работа в зале Просто пот и кровь Объем работы, которой раньше не было Которая раньше не было И которая, ну, для бокса Она просто необходима И, конечно, это не месяцы Да, это невозможно Практически за месяцы Набрать то Научиться тому, чему учиться Там, гадай, десяти лет На наш взгляд, бокс Это возможный выход из тупика В котором в какой-то момент Оказался наш герой Я сделал ошибку То, что я бросил вызов Юрия Белкину И начал готовиться Забыв о том, что сколько мне лет Даже не сколько мне лет Биологических, а сколько мне лет Спортивных Сколько я в спорте был Ну, в моем случае Вот это мое сегодня увлечение Такое Оно, скорее всего Такой уход Я думаю уже Я думаю окончательный уход Силовых видов спорта Как спортсмена меня Чтобы я занял себя чем-нибудь Ну, говорить так плохо Конечно, сравнивать Это как По какой-то причине Жена тебя разлюбила А ты пытаешься сохранить Отношения И это уже превращается В неотношения В такую борьбу Поэтому, когда Сама Силовые виды спорта Меня, так скажем Разлюбили Я пытался Вернуть эти отношения Все это превращалось Не то, что в рутину А в такой В надрыв Который отражался И на жизни И на настроении На отношениях в семье На отношениях с друзьями Ну, давайте Более подробно Просуждаем на эту тему Во-первых Благодаря боксу Михаил остается В профессии И продолжает делать То, что умеет Лучше всего Тренироваться И показывать результат Ну, руки полетели Вес упал На 10-15 кг Прогресс, конечно, есть Но тут отдать должное Работоспособности нужно Потому что Несмотря на то, что Совершенно другой вид спорта Это все другое Поэтому Если отдать должное Силы воли Работоспособности И дисциплине Ну, результат есть однозначно Будем дальше Будем дальше Тренироваться Готовиться Во-вторых И это очень важно Здесь на него Абсолютно не давят Его былые титулы В боксе Наш герой Может позволить себе Быть новичком Но при этом Его титулы Гарантируют интерес К предстоящему бою Я не знаю Договорились ли они С Александром Не договорились ли Но вот Началась эта Замануха Этот хайп Что между ними Будет бой И что Миша Серьезно готовится И даже Каким-то там Я не знаю Каким-то там Образом верит Что он может Победить Вот Но так или иначе Это прикольно Хотя если подумать То здесь даже не важно Состоится или нет Этот поединок Ведь интересных Соперников для Михаила Сегодня Более чем Предостаточно Ну например Пятикратный Чемпион Европы По тяжелой атлетике Шимон Калецкий Который уже Провел в ММА Восемь боев Ну или товарищ Михаила По силовому экстриму Мариуш Пудзиновский Тут вообще Все просто Как бы сделать Потому что Пудзиновский И был Скольки-то там Многократным Самым сильным Человеком мира Миши не был Пудзиновский Пошел в ММА И там Если честно Нормальных успехов Он там добивается Относительно того Что у него вся жизнь Была замешана на железе Вот И иногда показывает Нормальные поединки Если они Длятся не дольше Там трех-пяти минут Скажем так А тут Михаил А тут Михаил Кокляев Тоже пришел И Ну тут очень интересно Можно преподнести Что Самый сильный человек России Против самого сильного Человека в мире Это очень круто Противостояние Всегда такое Вы смотрели Но Ниша не согласится Мне кажется Выйти по правилам ММА А Пудзиновский Не пойдет По правилам бокса Вот и все Не так важно с кем Главное Чтобы Михаил Вышел в ринг И бой состоялся И лучше всего Не один Ведь все новые Подписчики И в инстаграм И в ютубе Пришли Именно за этим Я буду Рассматривать Детально Досконально И буду уже Сейчас в этом возрасте Мерить семь раз Прежде чем Согласиться На бой с Александром Я на своем канале Семь раз Это отмерил И обосновал Зачем мне нужен Этот бой Наступив Несколько Раз На те же грабли Пытаешься Наоборот Не обольщаться этим Не обольщаться Когда только ты Начнешь обольщаться Первое На чем это отразится Это отразится На том Что ты проснешься Как-то рано утром И если у тебя Было 80% Нежелания Идти на тренировку Не то что нежелание А вот это Скрипящие суставы И не растянутые Холодные мышцы То вот эти 20% Того что Ого А ты превратился В звезду По РСТ Боевую Вот эти 100% Не идти в зал Они сыграют Свою злую шутку Поэтому я Вот эти все моменты Я не прельщаюсь Этим Ну что греха таить Нам всем Прежде всего интересно Чем же закончится История противостояния Михаила И Александра Емельяненко Вообще Вообще Если честно Я думаю Бой состоится Если В какой-то момент Сашу Поймать В каком-то Хорошем настроении Сделать ему Хорошее предложение И самое главное Когда будет Это предложение И дата Чтобы эта дата Не была очень длинной Например Не три месяца Вот через три месяца Будет бой А например Вот Миша сейчас Готовится Готовится Потом как-то так Все сошлось Саша говорит Вот через две недели Мы готовы Или через три Чтобы ты подрался С Мишей Кокляевым Вот деньги Которые там Вы хотите с ним Там Что-то они хотят По пять миллионов Что ли Или я не знаю Ну в общем и целом Они хотят Около десяти миллионов Может чуть больше Уже на данный момент Вот И тогда он состоится Если таких вот Не будет Каких-то факторов То Блин Процентов Наверное Тридцать Тогда Поверьте Вся эта игра В бокс Ровно до первого Нокаута Скажут многие Возможно Но в этом же И есть Вся драматургия Спорта Сможет или нет Герой Найти в себе силы Чтобы подняться После удара Ну прям Как сегодняшняя история С Энтони Джошуа И вот на этой Интригующей нотке Мы и закончим Наш сегодняшний выпуск Не забудьте Поставить лайк И поделиться Этим видео Со своими Товарищами По качалке Это важно Ну а мы Прощаемся с вами До скорых встреч Завершилась Наша первая съемка Перевоплощения Михаила Кокляева Из Стронга И лифтера В боксера На самом деле Мне очень понравилось То что я увидел Я увидел Что он очень серьезно Относится к этому Перевоплощению Да Он очень серьезно Относится К новому спорту С уважением Относится к боксу Пашет Реально пашет Не сачкует Но это попахивает На самом деле Это попахивает Многосерийным сериалом Я так скажу Надо подумать Как это все интересно Закрутить